МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секретаря правительства Республики Западная Армения. Памятник Гетта Вана – объект бакинского вандализма. Любовь, патриотизм и единство. Аршаг II на сцене оперного театра Еревана. Левон Арунян стал победителем розыгрыша Кубка США. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Арминак Абрамян выразил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Москве. Многоуважаемый Владимир Владимирович. С глубокой болью в полночь мы узнали о теракте в Крокос-Холле в Москве. Примите мои искренние соболезнования. Республика Западная Армения строго осуждает любые проявления терроризма. Пришло время совместными и бескомпромиссными действиями искоренить это великое зло. Уверен, будет сделано все возможное для выявления и привлечения к ответственности всех организаторов теракта. Передаем наше сочувствие родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши заболезнования вам и всем гражданам России. Председатель Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян. Послание Арминак Абрамяна доступно на нашей YouTube-странице Вестерн Армения ТВ. 23 марта состоялось седьмое заседание Совета министров правительства Республики Западной Армения. Заседание вел первый президент Республики Западной Армении Арминак Абрамян. В ходе заседания участники обсудили общие ситуации правительства Западной Армении. Арминак Абрамян коснулся циркулирующих слухов о сдаче врагу сел в Тавуши, выразив позицию Западной Армении. Члены правительства предложили проекты. В ближайшие сроки Государственное телевидение Западной Армении представит подробности проектов. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Выступление Армени Суакян представило подробности проделанной работы Республики Западной Армения за текущую неделю. В своем выступлении пресс-секретарь отметила, после нескольких месяцев тяжелой борьбы с болезнью на 91-м году жизни скончался гражданин Западной Армении, отец президента Республики Западной Армении Лития Маркосян Стефан Маркосян. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армении Армейну Исаакян доступна на нашем ютуб-канале Вестерн Армения ТВ. В селе Гетаван Мартакерского района оккупированного Арцаха азербайджанская сторона уничтожила мемориальные доски, закрепленные на стене памятника, установленного в память о гетаванских азатомартиках, погибших при самобороне села Гетаван. Памятник Гетавана официально открыли в 2016 году. В центре памятника был установлен хачкар работы скульптуры Варазата Амбарцумяна, который также был уничтожен. Считаем необходимым отметить, что это не единственная подобная работа мастера в Арцахе. Кресты мечи или пограничные кресты начали размещаться в охранных зонах Арцаха после освободительной войны по инициативе Варазата Амбарцумяна для обозначения гранит и символизации победы. Затем они получили широкое распространение как в Арцахе, так и в Армении. Международный суд подтвердил, законы, действующие на оккупированных территориях, включая положение о защите культурных ценностей, приобрели статус международного обычного права, то есть действуют как универсальное необратимое правило и является обязательным для всех государств. Важно отметить, нацеливание на хачкары является особенно запрещенным действием и считается тяжким преступлением, направленным против всего человечества, поскольку искусство армянских хачкаров, символизм и мастерство хачкаров был внесен в список ЮНЕСКО в 2010 году. С 2003 года включен список нематериального культурного наследия и считается общечеловеческой ценностью. Культура хачкаров имеет дополнительную защиту во время и после войны. В соответствии с Хачкарским законом 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, дополнение к конвенции 1999 года, согласно принципам принятого второго протокола, вся культура хачкаров имеет усиленную защиту и любой нанесенный ей ущерб, согласно пункту А15 протокола, является серьезным нарушением, которое может преследоваться в международных судах, как военное преступление. Любовь, патриотизм и единство. Аршак II на сцене оперного театра Еревана. События оперы константинопольского армянского композитора Тиграна Чухаджана, Аршак II разворачивается в королевстве Армении в 365 году. Король Аршак II, победивший в войне, возвращается с талютью Армавир, там сталкивается с беспорядками в собственном королевстве. Оперное представление впервые было поставлено в оригинале на итальянском языке и представлено без сокращения в Ереване. Премьера спектакля состоялась 22 марта в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спиндзяряна. Аршак II любит свою родину, мечтает о создании единой и сильной Армении, но он груб и жесток как с отцом, так и с братом, женой и невестой брата. Образ Аршака II представит Арман Аракелян, это его первая большая роль. До оперы Аршак II Арман Аракелян выступал в спектаклях Кармен и Януш. По его словам, это большая честь и очень ответственно быть первым исполнителем Аршака II. Спектакль прошел с аншлагом. Присутствовали представители старшего поколения и молодежь. Публика проводила актеров под бурные аплодисменты, восклицая браво. Бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам Левон Арнян, который сейчас выступает под флагом США, стал победителем розыгрыша Кубка Америки. На розыгрыше Кубка, проходившем в американском городе Сент-Луис, Арнян в суперфинале встретился с Уэл-Сисо. Арнян добился преимущества со счетом 2-5-1-5. Я рад победе в розыгрыше Кубка США. Очень устал, но доволен. Спасибо всем за поддержку, написал Левон Арнян на своих страницах в социальных сетях. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – Сила! И в завершении новостей послушаем песню «Зартный Лау». Сила! 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 Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!